Продолжение следует... Перед вами в таблице наименование разделов данного этапа. Это тест. Посмотрите, пожалуйста, на левую колонку. Тест. Аудирование. Говорение. Творческое задание. Давайте рассмотрим каждый из этих этапов, каждый из этих разделов. Итак, первый – это тест. Тест, как вы видите, состоит из 15 заданий закрытого типа, за которые вы можете получить максимальное количество баллов – 75 баллов. Что это за задания закрытого типа? Это задания типа Multiple Choice, True, False, Stated, Matching и так далее. Кроме этого, вам предлагается 5 заданий открытого типа, за которые вы можете получить 25 баллов. Таким образом, общее количество баллов за тестирование – 100 баллов. на что хотела бы обратить ваше внимание. На некоторые очень, к сожалению, типичные ошибки наших участников. Скажем, вы получаете следующее задание. Дайте контекстуальное толкование какой-то подчеркнутой фразы в тексте. И неоднократно мы сталкивались с тем, что участники почему-то решают давать толкование на русском языке. Ребята, сразу хотела бы вас предостеречь. Конечно же, нужно писать толкование на английском языке. И кроме того, обратите, пожалуйста, внимание на само задание. Дайте контекстуальное толкование. Это значит, что нужно вернуться к тому фрагменту текста, где эта фраза возникает, и посмотреть внимательно. Может быть, что-то там меняется. Наверняка это отличается от того толкования, которое, допустим, мог бы предложить словарь. Будьте, пожалуйста, внимательны в этом случае. Или еще вот такое задание, когда вам предлагают выбрать две фразы, которые подтверждают определенную мысль. Неоднократно случалось так, что ребята выбирают только одну фразу. Видимо, потому что волновались или просто невнимательно прочли задание. Таким образом, призываю вас, может быть, лишний раз прочесть задание, для того чтобы удостовериться, что вы все правильно сделали. Сейчас хотел бы дать вам пример некоторых заданий, которые предлагаются нашим участникам, и которые порой вызывают особые трудности. Дайте мне буквально секундочку. Вот пример. Задание номер один. Выберите правильный вариант произношения. И здесь вам предложены имена и фамилии американских и британских писателей-поэтов. Вы видите, допустим, Агата Кристи в скобочках даны варианты произношения. Вам нужно выбрать, как же именно правильно нужно произносить имя писательницы. Обратите, пожалуйста, внимание также на задание три. Тоже вызывает определенные трудности у ребят. Укажите, какой частью речи являются следующие слова. У вас ниже предложены варианты. Late, inside, kindly, stately, safely. Вам нужно решить, что это всегда на речи, всегда существительное, или всегда прилагательное. Или, может быть, это слово может быть и прилагательным, и на речи, и существительным в разных контекстах. Наверное, еще одно задание покажу вам, потому что здесь, к сожалению, тоже очень часто бывают ошибки. Вот задание номер девять. Помогите корректору правильно расставить знаки припинания. Вам предлагают поставить не только восклицательный знак и вопросительный знак, но и запятые, двоеточие, точку с запятой, тире и так далее. Не знаю, может быть, не все уделяют этому достаточное внимание на занятиях, но очень часто при выполнении этого задания, к сожалению, бывают ошибки. Переходим к аудированию. Что касается девятых классов, вам предлагают пять заданий, из которых четыре задания по пять выборок – это задания закрытого типа. И одно задание – задание открытого типа. Это какой-то вопрос, связанный с тематикой прослушанного текста. Максимальное количество баллов, которые вы здесь можете набрать, это 25. 20 за первую часть, скажем так, и 5 баллов за задания открытого типа. Что касается десятых и одиннадцатых классов, то здесь вам предлагают пять заданий закрытого типа. Вы должны, да, и максимальное количество баллов, которые вы здесь можете получить, это 50 баллов. Но вы должны помнить, что аудирование сопровождается… Сейчас спущусь пониже. Творческим заданием, где вам предлагают написать эссе на 220 слов по заданной теме, которая определенным образом связана с темой аудирования. Что касается критериев оценивания творческого задания, то здесь вы можете перейти по ссылке, которая размещена на сайте Евразийской лингвистической олимпиады и поторбочным образом с ними ознакомиться. Следующий пункт – это говорение. На что здесь нужно обратить внимание? Что именно оценивается? В первую очередь, конечно же, в соответствии темы, развитии темы, аргументация, какой-то личностный подход. Безусловно, нужно правильно произносить слова, оценивается беглость речи, грамматическая и лексическая правильность, социолингвистическая правильность. Конечно, нужно вписаться в определенные временные рамки. Максимальный балл за говорение – это 25 баллов. Итак, общее количество баллов за все виды заданий. Для седьмых-восьмых классов – 100 баллов, девятых классов – 125 баллов, и для старшеклассников – 10-11 классов – 200 баллов. Время выполнения очного тура без говорения для седьмых-восьмых классов – это 1 час, то есть 60 минут, для девятых классов – 120 минут, и для старших классов – 10-11 классов – 180 минут. Обращаю ваше внимание, что говорение проводится отдельно после окончания письменной части очного тура. Ребята, наверное, на этом мы с вами заканчиваем разбор. Надеюсь, что эта информация, которую мы с вами поделились, вам пригодится. У вас есть еще время, чтобы хорошо подготовиться. Очень надеюсь, что вы покажете отличный результат в следующем году, останетесь довольны собой. И, конечно же, желаю вам удачи!